Добрый день, у микрофона Ольга Балезина. Сегодня гость нашей студии председатель правления потребительского общества Русь Михаил Митилёв. А также на видео наши зрители смогут увидеть, что у нас здесь просто целая стена из коробок Иван-чая, потому что Михаил Митилёв производитель чая марка Вятский Иван-чай. Ну, это не стена, это простенок. Стена гораздо больше, тут всего несколько видов, у нас их десятки. У вас, да, 23 вида. Ну, 23 видов, да, причем фасовки разные абсолютно. По 100 грамм, по 50 грамм, по 500 грамм, по 250 грамм. Листовой чай, подарочные варианты на любой вкус. То есть стену можно собрать и... Ну, если бы я здесь принято все, стола бы здесь не хватило этого всего, это точно. Будем говорить об этом напитке. Вы им занимаетесь с 2007 года. Сейчас вот Иван-чай, это, ну, там, можно назвать даже модный напиток, очень популярный, на волне популярности вообще всех вот продуктов, которые там относятся к здоровым или считаются такими, да. Вы до того, как это стало, мейнстримом пришли к Иван-чаю. Как это получилось? Ну, я всегда говорю, что не я пришел к Иван-чаю, Иван-чай пришел ко мне. Никогда в жизни работу не искал, а работу всегда находила меня. То же самое было с Иван-чаем. То есть у нас был когда-то клуб Мера в Пушкинской библиотеке. Разные доклады делали по разным тематикам интересными. У докладчик по Иван-чаю заболел. Пришлось прочитать мне этот доклад. Ну, и с тех пор, собственно, все меня зацепило. Люди приходили, меня тихонько подталкивали к Иван-чаю, люди уходили, а я все был ближе-ближе к этому. И в итоге мы остались с моей семьей, жена, родители, с Иван-чайной темой. И, собственно говоря, все. Мы в ней погрязли, что называется. На тему интересно. Мне всегда нравилось делать то, что необычно. То есть быть каким-то пионером, что ли, первопроходцем везде. А в то время действительно не было вот такого, да, популярности напитка совершенно? И производства, наверное, не было? Было у нас два человека. Занимались Горачев Александр Иванович в Москве и Валерий Иванович Емельянов в городце. Но у одного было очень маленький объем, хотя очень хорошая информация была. У Валерия Ивановича было производство небольшое, они делали, но у него опять было достаточно плохо поставлена реклама всего этого. Мы пообщались там и там, информацию получили, подумали и решили сделать свое производство, чтобы и было много, и чтобы была реклама какая-то. А сначала вот это было уже сразу производство или какой-то небольшой там, не знаю, какой-то кустар. Нет, сначала мы начали делать для себя. Это седьмого года, седьмой-восьмой год, девятый мы делали для себя. А что привлекло-то в этом Иван-чае? Ну, польза. Польза, вкусный, аромат на традиции наши. Самое главное. И необычность. То есть хочется возродить то, что было у нас на Руси всегда. Кто бы там ничего не говорил, там, да, разные версии есть, но это наш традиционный русский напиток исконный. Без кофеина. Много чего хорошего делал тут. И, главное, что вкусно и ароматно. Так. И сначала вы делали это для себя, а потом, наверное, подтянулись друзья-товарищи. Сначала для себя угощали друзей, знакомых, родных. Они нам предложили, а почему мы не делали только для себя? Давайте делайте еще на продажу, производственно. Ну, вот как-то мы к этому и пришли со временем. Расскажите, что сейчас производство? Как вообще происходит сбор Иван-чая с ушкой? Это же целая наука. Я уверена, что вы там выбирали из разных способов, да, производства Иван-чая. Самое-самое то, что вам по душе потом пришлось. Ну, здесь опять же, скорее всего, не то, чтобы мы выбирали то, что выбрало нас. Помните, был 2010 год. Жара. Да, все горело. Всем плохо, а нам хорошо. Потому что у нас не было оборудования такого мощного, сушильных камер. И так получилось, что мы начали сушить чай, ферментировать в обычных уличных условиях. И это как-то прижилось со временем. И у нас случилась такая технология, естественно. Естественно, ферментация, естественный сбор, естественная сушка. Все на улицах, под весами, то есть без какой-то нагнетания температуры, влажности. Вот оно как само собой идет в природе, так оно и пошло-поехало. Потом стали появляться иван-чайники другие, которые позаимствовали технологии производства чая, иван-чая китайскую. Это уже дорогостоящее оборудование, это ферментаторы, это сушильные термокамеры и так далее. А мы ферментируем в обычных условиях. Сушка вот на улице, вот свежий ветер, рассеянный солнечный свет под навесами. Это все само высыхает достаточно хорошо. Все эти 10 лет вот... Да, мы так и делаем. ...якировской погоды вам для этого хватает? Вполне хватает. У нас есть сушильные камеры, но они стоят на подстраховку. Ну, мало ли, если вот всяко бывает погода за дождей, скажем так, у нас есть барометр. То есть изменить, чтобы давление начало отпадать по барометрам, значит будет скоро плохая погода. Мы заранее сокращаем набор чая, чтобы в плохую погоду не попасть с незавершенным производством под дождь. Но иногда погода непредсказуема. Ну вот мы, может быть, используем камеру раз там в лето всего. Небольшую партию посушим при температуре градуса 50 примерно. Все остальное у нас уличная сушка идет. И сколько я узнавал, таким больше никто не занимается. Все ушли в Китай. Ну, конечно, но это же быстрее, когда у тебя машины какие-то, да. Быстрее, объемы больше идут. У нас объемы небольшие. Мы раньше делали по максимуму тонн по 13-12 чая в сезон. Сначала это было много, но мы не наращиваем, потому что лучше делать меньше да лучше. Как говорят, мало-золотина, дорог. Ну и с экономикой вашей это бьется в итоге? Ну, бьется. Мы делаем чай, в принципе, для себя, по качеству. И сейчас делаем как для себя. То есть я, например, беру себе чай со своего склада, я не выбираю себе чай в мешке отдельно. Чай кончился, дома прихожу. Да, как бывает, экспортный вариант какой-нибудь получше. Нет, нет, нет. В любой мешок прихожу, насыпаю чай из любого мешка, из любого там, да, соответственно, это и пьем. Этим и детей поем, соответственно. Вот у меня первые двое выросли без зиланчая. Где-то там животики резались, там где-то зубки прорезались, все так слезы, сопли, капризы, ночное недосыпание. Следующие трое с Иван-чаем росли. Пятому вообще подавали сразу привод. Вот только что родился он буквально с утра, и мы ему сразу Иван-чай начали капать пипеточкой. И зубы режутся абсолютно, вообще сами по себе не кусаются, никакие желтики не болят совершенно. На себе же пройдено все. А давайте расскажем, где вы собираете Иван-чай, да? Кто люди, которые своими руками, наверное, это делают, да? В какое время у вас тут все, наверное, очень выстроено? Ну, мы начинаем с производства, сезон, скажем так, где-то примерно с конца мая, но в зависимости от погоды. Раньше начали мы с 20 мая, сейчас попозднее немножко погода, немножко у нас в последние годы не радует нас погодой. А какая должна быть погода, чтобы начать? Чтобы дождей не было. Самое главное. И чтобы человек уже вырос. И вот начинаем делать мы сбор. У нас идет на северной районной области. Собираем там. Там у нас давно уже нет никаких ни колхозов, ни совхозов. Лето уж надо 30 сейчас. Поля зарастают, просеки, все чисто, естественно. Иван-чай растет замечательно. Рост там выше меня даже бывает. Соответственно, там и собираем. Бригада у нас, в принципе, постоянно уже. Люди у нас, она производится в цехах сухой закон. По крайней мере, на сезон. Мы подбираем людей, соответственно, аккуратных, чистоплотных, ни пьющих, ни курящих, желательно. Вот. И весь сезон мы работаем в таких условиях. Люди уже знают, какие чай собирать, какие должны быть свойства этого листа, чтобы не было сухих листочков, чтобы не было пухов в чае. Это уже пройдено. То же самое у нас работа в цехах. Бригада уже по переработке. Одни и те же люди годами работают. Уже и рука набита, и глаз наметан. Соответственно, и контроль качества идет, чая, начиная с леса. То есть мы не привозим, когда сухие там, старые листы какие-то вот такие, сморщенные. У дороги собранные тоже не бывает. Ну, если у дорог, то только у лесных, просеволочных дорог, где только ходят лоси, элени и медведи. Мы собирали чай с медведями тоже одновременно. Было такое, и с лосями тоже. Это как? Они там, ну, так. Уезжаем в Глухомань. По крайней мере, когда мы сами лично собирали, начинали сами же. Я, жена, отец меня собирал. Мы собираем здесь, а там Михаил Иванович собирает чай, кушает. Где-то лоси ходят тоже. Ну, потом понимаем уже, скажем так, кто здесь был, лось или медведь. Ну, так. Такое интимное подробно, по помету, скажем так. Когда приходим на это место, уже видим, кто здесь был, либо лось, либо медведь. Мы не мешаем им, они мешают нам. Нормально все. То есть в лесу страшнее комары, чем медведь, на самом деле. Если ты не трогаешь никого, то тебя тоже не трогают. Он в это время сытый, наверное. Летом, да. Летом они сыты, они не подходят. Они нас боятся больше, чем мы их боимся. Медведи, на самом деле. Так, мы собрали Иван-чай, высушили его на солнце. Что с ним происходит дальше, до того, как он попадает в вашу красивую упаковку? Дальше у нас выставился минимум полгода. Это называется период выдержки чая. Чай должен быть выдержан. То есть в этом году мы будем пить тот, который собирали прошлым летом? Да, как минимум. Чем дольше он стоит, тем крепче он. То самое с китайским чаем. То есть есть, допустим, хороший, такой традиционный китайский чай. Не то, что нам в магазинах продают, на самом деле. А вот то, что китайцы делают для себя. Чем дольше чай выставился, тем он крепче. Спросите любого китайца, любого чайника китайского. У нас то же самое, мы ничем не отличаемся. Технология, по сути, она одинаковая. Условия просто немножко разные. Вот и получается, кто знает нас, те просят, дайте нам старого чая. Те, кто не знают, просят, дайте нам на упаковке, чтобы была свежая дата. Но мы как, у нас стоит чай в мешках долго-долго-долго. Запаковываем и, соответственно, вставим дату запаковки. То есть, это готовая продукция. Все в полипропилене. До этого чай считался неготовый, невыдержанный. А выдерживается это как-нибудь тоже в особых условиях? Нет, просто стоит, чтобы слои были сухо и тепло. Хотя, может, и в холоде. Лишь бы только сухо было. Там идут процессы дображивания иван-чая. То есть, сахара дображиваются, а минералы доокисляются. Он темнеет, он вкуснее становится, он крепче становится. Когда завариваешь свежий иван-чай, вот только что сделанный, он ничем не пахнет, он пустой. Заварка черная, а вкуса нет. Нет крепости. Нет в нем этих веществ. Они появляются примерно через полгода, начинают. А иван-чай слышала, что заваривают по нескольку раз. Это признак хорошего или плохого иван-чая? Или вообще так лучше не делать? Ну, я завариваю один раз. У меня его много чая. Хотя раньше мы заваривали, пробовали и до шести раз. Когда наш чай заваривали в салонах у нас здесь Чадао, по-моему, у нас есть такой салон китайский. У нас там раньше знакомые работали. Пятнадцать раз они заваривали по китайской технологии. И на Юровской, по-моему, восемнадцать раз заваривали. То есть наши ван-чай, непосредственно наши ван-чай. По китайской технологии такие пьялки небольшие у них. Они зальют и выльют. Пока разговаривают, они там снова завариваются. По нескольку раз. Восемнадцать раз рекорд был. Это по-китайски. Ну, понятно, мы так не завариваем. Ну, может быть, два раза, когда не хочется идти к мешку, насыпать снова чай. Так что... И от этого чай, конечно, становится посветлее. Но там дополнительные свойства из него выходят. То есть жалко выкидывать заварку, допустим, с тем, что там еще осталось. Поэтому, конечно, можно и два раза, и четыре раза можно заварить вполне. Только побольше заварки, и поменьше водки пятка. Вот смотрите, вятский иван-чай можно найти в очень популярном интернет-магазине. И хочу прочитать отзыв, который там есть. Не первый раз беру иван-чай этой фирмы. Много фирм перепробовала. Это самый любимый. Какой-то настоящий. Видно, не жалеет ингредиентов. По поводу ингредиентов. У вас есть еще различные добавки в чай. С каких все начиналось? Какие самые любимые у потребителей? Ну, у нас сначала был просто иван-чай, вятский иван-чай. Потому что он без добавок, в принципе, очень приятный. Три вида без добавок в итоге появилось. Первый чай – это весенний, то есть там молодые побеги. Когда они сочные, молодые, там очень много масел идет. Небольшие. Где-то вот такие приемные величины собираем. Они прямо в руках давятся. Масленицы из них еще раньше масло делали, кипрейны. Мы к ним, может быть, придем со временем. Но это пока другая тема. Потом мы собираем чайку пальский. Это молодые листики и соцветия цветущие. Когда его проводили исследование в нашем педуниверситете, в свое время, это было давно уже, на кафедре химии, они обнаружили там аналог пироги и пчелиного хлеба. И мы вывод сделали такой, что вот пыльца, которая есть в цветах, то есть ферментация наша чайная, вот вятский иван-чай, и ферментация пчелинная, они где-то сродни друг к другу. И получается пирога и там, и там. Что у пчел, что у нас в этом чае. Это купальский чай у нас такой идет. Ну и третий чай у нас, который без добавок, это летний чай. Чисто уже один лист идет собираться. Где-то начало июля и так дальше до конца сезона производства. Ну и через добавки у нас идут, с чего мы начинали. Смородина черная, все, что в огороде растет, для себя начали делать. Наиболее традиционные. То есть делали чага, вишни у нас есть, черемуха, рябина красная, рябина черная, традиционная. А потом уже пошли душица, лаванда, пихта. Придумали пихта сначала. Была необычная, очень плохо покупалась. Но когда люди поняли, особенно банщики, кто в банях парится и моется, пихта пошла на ура. Мы сами, когда в баню было, отходим тоже, да. Не только с пихтой, но в том числе с пихтой. Наводишь иван-чай. И попить можно, и на каменку плеснуть. Аромат, ну это же натурально все идет. Мы ее сами собираем тоже. То есть хвойные веточки собираем, измельчаем и добавляем в чай. Попорция небольшая. Тоже пить, соответственно, нужно какими-то курсами. Иван-чай с травами. Иван-чай без трав пьется, вообще без ограничений. Утром, днем, вечером, с сахаром, без сахара, с медом, с бутербродами, с пряниками. А вот с травками, с любыми, у них есть ограничения. 10 дней, 14 дней, как с любыми травами. У них есть ограничения по тому, что накапливается в организме. Мы везде пишем на пачках. Противопоказания и так далее. То есть это все написано. Вот. А у вашей семьи какой самый любимый? Я в основном стараюсь пить смесь всех трех чаев, без добавок, которые идут. Иногда пью с добавками, ну, с чайкой, допустим. Если с добавками с чабрецом, сейчас, например, поперед сезонной эпидемии так называемой, соответственно, больше добавляем чабреца. То есть чабрец от кашля идет. Добавляем подорожник иногда. Мы не делаем чай с подорожником, чтобы вообще не было некой аптеки. Но и с подорожником делаем. С липовым цветом, с душицей. У нас есть душица, например. Там, кстати, упаковочка стоит. Очень хорошо. Говорим мы об Иван-чае. Напомню, это нашим радиослушателям. У нас в студии Михаил Метелев, председатель правления потребительского общества «Русь». «Вятский Иван-чай» называется продукция. Вот упомянули пандемию. Как-то вы заметили, что еще больше увеличился спрос. Вообще, вот когда по спросу можно сказать, что началась там мода на Иван-чае? Вырос интерес или появился у российского и кировского покупателя? Мода началась на Иван-чай, когда вышли передачи в 2011 году. Оснопик был. Вы прямо заметили по какой-то передаче конкретно? Там была передача «Пища богов» была на РЕН-тее, после передачи. Там было про Иван-чай целые вставки. Огромные отрывки были про него. Вот тогда был очень большой бум. Тогда, наконец, люди узнали в массовом порядке, что такое Иван-чай. Телевидение – это сила. Да, телевидение. Мы тут сколько лет купил, ломали в частном порядке. Это было очень сложно. Вышел ролик по телевидению, потом второй вышел. И вот с тех пор пошло-поехало. В период пандемии они еще стараются как раз покупать Иван-чай с чагой, например, с чабрецом, с имбирем. Очень хорошая вещь. У нас имбирь просто стоит на столе постоянно дома. Ну, вот так вот пришли, имбиря поели. Ну, после того, как, наверное, цены с заоблачных снизились. Ну, да, да. У нас запасы есть на складе, поэтому сухое вещество оно. Сухое не так вкусное, конечно, как нормальный обычный имбирь. Поэтому, ну, вот где-то недавно в Новосибирске была передача МИКО биологии в Новосибирске. Они исследовали, что вот чага очень хорошо помогает от вирусов. Вот уже специальные исследования такие были, потеледние даже выходили. Поэтому, пожалуйста, это даже не мы говорим, а то ученые наши говорят. Иван-чай с чагой не хуже. То есть, в принципе, в любые периоды, в любых эпидемиях, вот это просудных, обильное питье, теплое, травяное чае. Ну, да, это тоже специалисты рекомендуют. У нас на иван-чай это самое-самое лучшее дело. То есть, иван-чай либо чистый, либо с любыми травками. Хоть с нашими добавками, хоть просто покупаете, пьете иван-чай, добавляете себе по вкусу все, что хотите. Еще, вот, когда началась мода на иван-чай, наверное, появилось много других каких-то производителей, поэтому тоже, наверное, можно судить. Вот много сейчас конкурентов у вас. Либо тех, которые настолько же натурально, скажем, выпускают напиток. Как вы себя ощущаете вообще на рынке, в принципе? Ну, я поначалу знал тех, кто начинал делать иван-чай тоже. Да, единицы были. Потом уставило так много, десятки. Мне кажется, иногда иван-чай вовсе не иван-чай продается. Мы не будем говорить. Я знаю, кто чем занимается, по крайней мере, кто делает иван-чай, кто делает подделку под иван-чай, кто делает чай ради чая, кто ради денег. Кто ради денег делал иван-чай, те, собственно говоря, уже все. Они с рынка ушли. И рентабельность упала, чая, требования выросли, система перестроилась, то есть рынок сформировался уже более-менее. Поэтому те, кто приходил ради, как говорят, people, лхавать будет все. Такие даже выражения были от некоторых иван-чайников. Они сейчас уже нету про чески. Грубо, но рынок на месте все постоял. Ну и какие-то отношения человеческие. Мы как делали чай, в первую очередь ради чая, так и делаем ее ради чая. То есть я сейчас не считаю, когда деньги, когда прибыль и так далее. У нас есть планы определенные. И даже не обращая внимания на других иван-чайников, у них свои планы, свои пути развития, у нас свои. Мы сейчас купили технику, трактор, мульчер, сейчас будем землю купили, сельхоз в угодье. Сейчас будем уже иван-чай культивировать. То есть культививание иван-чай заключается в том, чтобы ему просто помогать расти, делать ему просеки. Все поля заросли лесом, под лесом. В этом под лесом мы будем делать, уже начинаем делать просеки специальные, но обычно просто полоска чистая, полоска лесная, полоска чистая и так далее. И подсевать его и расти он там сам. Это тоже где-то на севере, да, у вас будет? Ну, там же, где мы, у нас цеха стоят, просто берем землю, покупаем недалеко, ну, как получается от себя. И вот сейчас вот такие планы есть. Соответственно, в этом же, на этих же полях мы планируем выращивать уже в больших объемах свои ягодники, то есть плодовое деревье, кустарниковое деревье, ягодное деревье будут у нас расти. Тут же будут ульи стоят на иван-чае, пчеловодцы будут заниматься. Какие-то скважины будут появляться, опять же. Ну, то есть планы грандиозные, все звучит, смысла нет. А начиналось все просто с доклада, который надо было начиналось все с доклада с высшего. Заболевшего товарища прочесть. Да, да, на бумажке. Про планы тогда давайте кировчан поговорим, потому что у нас Новый год прям вот уже совсем рядом. Многие думают о подарках. Действительно, сейчас вот такие очень приятные с заботой о душе и каком-то о здоровье. Вещи сделаны и бывают популярны. У нас вот на столе стоит очень милая коробка с матрешкой и подарочный такой вариант в темном кубе, который, мне кажется, можно даже презентовать и каким-то деловым партнерам. И наверняка покупают ведь и на сувениры, да, Иван-чай? Ну вот раньше у нас был символ нашего региона, в нашей области Дымковская игрушка. Сейчас очень многие ищут что-то другое уже. Не то, что это приелось, но раз игрушку увезли в гости, в другой раз не повезешь эту игрушку снова. Ищут что-то и очень многие берут наш чай. Вот в таком варианте такие варианты тоже берут. У нас раньше такого не было. Сама так делаю, да. Сейчас просто приходят, берут Иван-чай. Вятский Иван-чай. Откуда? Мы с Кирова, с Вятки. Вот подарок. Вятский Иван-чай. Все привезли, подарили. Люди довольны. Очень много у нас из других регионов приезжают, чтобы это купить, вот к себе туда везти в подарок. О, Иван-чай. Вятский Иван-чай. Потому что мы точно берем все по купе. Поэтому как-то раньше не задумывались над подарочным вариантом. А с 2018 года у нас вот Куб появился. В этом году мы выпустили вот такую матрешку. А в Кубе там целые ассорти, да? В Кубе там как раз Иван-чай без добавок всех периодов сбора разбавляли. Ну, там и купальский, и весенний, и летний. Чтобы там был в одной, что называется, смеси и вкус и аромат в целом Иван-чая. Для гурманов можно почувствовать разницу. Мы в таком виде в Германии чай поставляем. И, кстати, в Германии вот такие уже покупочки, только они в светлом варианте. Мы сделали себе немножко в темном. Мы сошли с немцами по вкусам. Им нравится светлая матрешка, бежевая, а мы сделали такую темно-коричневую для России. провели небольшой опрос. Нашим людям понравилось больше коричневого такого упаковочка, больше под чай. Мы сделали коричневый вариант. Немцам понравилось более светлый вариант. Ну, форма одинаковая, а цвета просто разные. То есть там светлая матрешка, у нас темная матрешка продается. А по вкусам что немцам нравится? По вкусам вот именно наш чай. Они провели полное исследование. Вы знаете, немцы это педанты. То есть они провели полное исследование, их все устроило по вкусам и так далее. После нас они сами, видимо, пытались, но у них выходили другие иван-чайники. Вот именно на тех, с кем мы работаем. Но есть такая сеть у них, там, The Good называться. Они не стали брать другой иван-чай. Потому что после вот этого авиатского, ну там нет слова авиатский, потому что там другой бренд подается. Там просто они запоминетовали слово иван-чай по-немецки. Вот после этого, говорит, иван-чай, мы другого брать просто не будем. Невкусный. Нам обращаются со всех регионов, в том числе из Германии, из других, из США. Наш чай есть и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Испании, и по Европе. Китайцы интересовались нашим чаем. И многие, кто пил, варианты разные. В итоге к нашему чаю возвращаются. Вроде бы хочется попробовать все и вятский, и вологодский, и там, не знаю, костромской чай. Все вкусно, все ароматно, все полезно. Я ничего не хочу сказать плохого. У всех ребята хорошо делают иван-чай, молодцы. Тем более, тем более, мои знакомые очень многие начинали с ними одновременно. Но многие возвращаются к нашему чаю. То есть, мы пили ваш чай, давайте попробуем снова будем пить ваш чай. Он и по цене, получается, один из самых недорогих на рынке. А по качествам, по свойствам, ну вот, люди уже выбирают именно наш чай. Давайте скажем, где помимо вот очень популярного магазина Wildberries можно найти ваш чай и еще куда звонить, писать, какой адрес в поисковике вбивать. В Кирове у нас есть, но себе проще так сказать, по-английски слово Nectarus. Nectarus.ru это наш интернет-магазин. Или просто любой поисковик, вятский иван-чай набираете. У нас два сайта, один сайт общий, оптовый, скажем так, другой интернет-магазин. Привезете на дом? У нас на каждой коробке вся информация есть, в интернете есть. Коробку заполучить еще нужно, да. Сейчас и на Азоне, и на Wildberries, и на Яндекс, и на Маркет, да на любых площадках уже есть наш чай. То есть вятский иван-чай можно найти? В Кирове у нас магазин Империя праздника есть, наш магазин, там весь выбор полностью. Есть магазины, есть и доступные по городу у нас, есть несколько магазинов. Там тоже цены, в принципе, как у нас. Даже у них акции какие-то бывают, там даже дешевле бывают, чем у нас. Наш чай продается. То есть вы представляете, можно на Новый год подарить себе и родным, и близким частичку солнца майского из какого года? Майского, июльского, июльского, и восемнадцатого. Вот мы сейчас начали фасовать восемнадцатый год чая с этого года. То есть два года получается удержка. Немножко тепла и солнца. Это самая удержка оптимальна считается, что у нас, что у китайцев. Сделанного с душой. Это да. Только так дело. Мы даже можем сделать меньше. Сейчас объемы немножко подсократились. Причины разные. Опять же, экономические спады и так далее. Но еще есть причина того, что поля у нас зарастают в нашей области доблестным борщевиком или сами. Вот почему сейчас одна из причин просек. Мы просто без сырья уже боимся остаться, поэтому и вынуждены были покупать технику. Ну, кроме того, брать у природы, что называется, нельзя так. Как-то природа нас провансировала на первые несколько лет. а потом все. Хочешь дальше что-то получать, вкладывай. Это был Михаил Митюлев, марка Вятский Иван Чай. Найти можно везде. Было бы желание. Было бы желание, я думаю, оно появится после прослушивания нашего интервью. спасибо вам и успехов с вашими теперь уже и просеками. Будем стараться. Спасибо. Полезный город